5 больших минивонов за 300 тысяч, 400 тысяч рублей. Авто. Обзор рынка 30 декабря 8.24. 5 больших минивонов за 300. Вопросительный знак 400 тысяч рублей. 5 вариантов больших практичных машин за приемлемые деньги. Александр. Долгих комментариев. Просмотров 3347. На фото. Автомобиль. Chrysler Grand Voyager. Фото. Станислав Красильников. ТАСС. Сегодня принято хотеть и желать кроссовер. Но, на мой взгляд, минивоны, если ты живешь в городе, гораздо лучше. Даже если у вас нет 4 детей и собаки, и не такая уж большая семья, иногда случается, что 7 мест все-таки не помешали бы. Например, когда едешь с друзьями на отдых. А в то время, когда 7 мест не нужны, можно сложить третий ряд и получить огромный багажник, который уж точно не будет лишним у хозяйственного человека. Несмотря на то, что среди новых автомобилей минивонов сегодня в России нет как класса, разве что Citroen, и в некотором смысле Lada Largas, на вторичке их достаточно много. Сегодня я предложу вам 5 вариантов практичных машин за 300 вопросительный знак 400 тысяч рублей, а выбирать, как обычно, вам. Dodge Caravan Машина выпускалась с 2000 по 2007 годы. Это большущий минивон в лучших традициях американских машин. То есть, огромные сдвижные двери, широкие мягкие сидения, комфортная подвеска, автоматическая коробка передач с кочергой под рулем. Очень широкий проем багажник и вселенский объем, если сложить сидения. Со сложенными сидениями запросто влезет и шкаф, и холодильник. Читайте также. Зимний отдых в Крыму, швырнут еду и откровенно поржут над лохом. Из-за тотального хамства дела доходило до драк и вызова полиции. Самые распространенные моторы в России это 2,4 литра на 152 лс и 3,3 литра на 182 лс. Во всех случаях будет автомат. Разброс цен от 180 тысяч рублей за убитый и ржавый хлам до 400 тысяч за машины в отличном состоянии с относительно небольшим пробегом. Только надо иметь в виду, что спидометр и адометр в милях, а почти все введенные машины американцы Chrysler Voyager, Voyager Grand Slash Town & Country те же, в вид сбоку. Chrysler Voyager, Chrysler Town Country и Dodge Caravan являются копиями друг друга. Отличия только в мелочах и шильдиках. Плюс, у Town Country и Grand Voyager более мощные моторы, они чаще встречаются с длинной базой, и у них может быть полный привод. Но еще одно отличие в том, что у Chrysler Voyager с мотором 2,4 литра в ПТС часто указывают более выгодные для России 150 или 147 лс. А еще можно встретить машины с 2,5 литровым дизелем мощностью 141 лс. На механике это европейцы. За 300 вопросительный знак 400 тысяч можно найти машину как до рестайлинга, так и после. Главное для этих машин состояние и пробег. По американскому принципу сделан и Те же сдвижные боковые двери, тот же огромный салон и гигантский багажник, если сложить сиденья. Почти такой же непримечательный однообъемный раздутый кузов. Смотреть надо на рестайлинговый вариант машины первого поколения. Отличия в гораздо более привлекательных, с точки зрения ОСАГО и транспортного налога, моторах. Латвия взгрустнула. Лаймовая куле по факту оказалась хуже. Валерия и Бриге признали, что ход фестиваля новая волна нанес республике ощутимые экономические потери. Почему корейский автомобиль такой дорогой? Спросите вы. Потому что он довольно новый и это раз. Потому что он полноприводный и это два. Двигатель фактически 1,2,7 литровый дизель с мерседесовскими корням, который выдает 163 в опросительный знак 165 и ЛС. В паре с ним идет классический автомат. Машина с интегрированной рамой, как Mitsubishi Page Arrow, весят 2,2 тонны. К чему стоит привыкнуть, выбирая эту машину, так это к специфической внешности. Из особенностей можно отметить поворачивающиеся на 180 градусов сиденья второго ряда 6 и 7 местной комплектации. А если надо максимум мест, то надо искать 8 местные варианты с трехместным диваном на втором ряду. Volkswagen Charon Charon это фольксвагеновская вариация на тему европейского минивена. Тут все сделано с меньшим размахом, но с большей продуманностью. За 300 вопросительный знак 400 тысяч можно смотреть на рестайлинговые. Было два рестайлинга. Charon С 2002 по 2010 годы. Различных моторов целая куча. Тут и 1,9 литровые дизели на 115 лс, и старые добрые бензиновые атмосферники на те же 115 сил. И более современные турбированные моторы. 2,0 дизель на 140 лс и 1,8 литровый турбобензин на 150 лс. Редко встречаются даже полноприводные варианты с 2,8 литровым мотором на 204 лс. Коробки преимущественно механические, но есть и автоматы. Выбор на рынке огромен. Выбирай не хочу. Новости авто. С 2020 года в РФ поднимут цены на автомобили. Рено. На колесах. Как заработать на том, что автовладельцы обычно выкидывают?